Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте, друзья, ставить лайки. На этой неделе у нас остался, по сути, последний рывок, который мы должны сделать. Нужно достойно закрыть текущую неделю еще раз переосмыслить все, что у нас есть по новостному фону, потому что может дальше в перспективе определить, сложиться с долларом, потому что все те фундаментальные триггеры и катализаторы, они, по сути, нами уже получат. Это новые меры экономического стимулирования в США. Это прошедшее заседание американского регулятора, в ходе которого председатель ФРС Джером Паул весьма конкретно дал установку на то, что изменение монетарной политики, оно, конечно же, произойдет. Но произойдет только в том случае, если улучшатся экономические условия. Когда это случится? Точно не в этом году и не в следующем. Каким бы вы не были оптимистом, друзья, могу точно сказать, что вы сейчас не сможете положиться на какие-то опережающие предварительные индикаторы, свидетельствующие о том, что дела в экономике идут неплохо и штаты близки, например, к тем показателям экономического восстановления, которые мы видели до пандемии. Конечно же, вы можете сейчас положиться на прогнозы и ожидания, но все-таки это не факты, это не реальность. А реальность такова, что куча макроэкономических отчетов, которые мы видим, которые мы разбираем, которые мы анализируем, свидетельствует о том, что американская экономика остается очень сильно уязвленной. Впрочем, наверное, как и вся мировая экономика. Сейчас, когда мы перейдем к разбору полетов по рынку нефти, могу сказать, что над мировой экономикой снова нависла угроза еще одной очередной волны ковида. Многие лидеры европейских стран уже не стесняясь и не опасаясь, в принципе, не пытаясь как бы приукрасить действительность, констатируют факт, что реально началась третья волна ковида. Ну, ладно, во всем по порядку. Прежде всего, я хотел сказать, друзья, что по индексу американской валюты и по доллару сейчас сложились условия, при которых, наверное, вам точно нужно уже определяться. К каким трейдерам, лагерю трейдеров вы все-таки относите себя, покупатели либо продавцы? Я еще раз считаю необходимым озвучить свою позицию, чтобы вы поняли, за что я цепляюсь и почему я остаюсь предан идее более слабого американского доллара. Меры экономического стимулирования, которые были приняты властями США на 1,9 триллиона долларов, это серьезная денежная инъекция. Она еще предварительно до того, как была сделана американская экономика, уже стала подстегивать рост инфляции. Да, сейчас индекс потребительских цен растет не так, как мог бы расти с учетом такой бешеной денежной массы, которая фактически выходит из печатного станка ФРС. Но все-таки значение по индексу потребительских цен сейчас находится на максимумах за несколько лет. И ссылаясь на последние комментарии Федрезерва, индекс потребительских цен легко может оказаться в районе 2,5% уже до конца этого года. И, соответственно, при такой конъюнктуре я считаю, что руководствуясь всеми классическими канонами экономической теории, стоит рассчитывать на определенное ослабление валюты этого региона. То есть, если индекс потребительских цен реально окажется в районе 2,5%, индекс доллара легко может потерять там также несколько процентов. Для индекса американской валюты это точное закрепление ниже 90 пунктов. Причем не нужно оправдывать вот этим приростом индекса потребительских цен ралли американских трежейс, которые происходят. Очевидно, вчерашний день, то, что 10-летний трежейс улетели выше отметки 1,70, друзья, 30-летний трежейс котируется на максимуме за несколько лет, по-моему, со февраля 2019 года. Это же доказательство безумнейшего сброса, крупнейшей распродажа американского рынка долга более чем за последние 10 лет. И это ситуация, которая требует более пристального внимания со стороны ФРС. Я думаю, что американский регулятор, который решил спустить все на тормозах и не проявил проактивности в ходе своего последнего заседания, как это ранее сделал Европейский Центральный Банк, анонсировал готовность к покупке большего количества облигаций. Я думаю, что ФРС таким образом совершил ошибку. Но в то же время никто не мешает американскому регулятору Джерому Паулу на внеочередном заседании в ходе очередного выступления закинуть идею о том, что ФРС готов покупать большее количество облигаций. Это поможет сбить, опять же, спесь с тех трейдеров, которые сейчас ставят на активное снижение американского рынка долга и, соответственно, рост доходности облигаций. То есть у нас есть еще один козырь в рукаве, и он может быть задействован. Я считаю, что произойти при текущем ралли американского рынка долга, это произойти может в самый ближайший момент. Поэтому, возвращаясь к тому, с чего я начал. Новые меры экономического стимулирования – это негативный фактор для национальной валюты, и мы его отработаем. Статистика, роничные продажи, промышленное производство – это отчеты, которые являются одним из основных индикаторов состояния американской экономики. Роничные продажи – спад на 3%, промышленное производство поселено на 2,2%. Вчерашний отчет по заявкам на пособие по безработице – 770 тысяч новых обращений, прогноз 700 тысяч. Видите, какое расхождение? Вот, пожалуйста, еще одно доказательство, что буксует также и рынок труда. Очень интересно будет посмотреть предстоящий отчет по Non-Farm Perils, до которого остается все меньше и меньше времени. Я считаю, что цифры будут очень-очень плохими. И потом, заседание ФРС, которое прошло на этой неделе, американский регулятор подтвердил, что сохранит экономическую политику мягкой до тех пор, пока того будет требовать ситуация. Пока не достигнуты цели по инфляции и по занятости. То есть, пока индекс потребительских цен не стабилизируется в районе 2%, а рынок труда не уйдет к показателю полной занятости. То есть, если сопоставить с уровнем безработицы, эта ставка должна быть ниже 4% в значении до пандемии. Не произойдет это ни в этом году, ни в следующем. И, ссылаясь на позицию голосующих членов американского регулятора, возможно, ставка повысится и условия изменятся только лишь в конце 2023 года. Друзья, напоминаю, что сейчас у нас на календаре 2021 год. Поэтому у нас довольно большой горизонт работы, продолжающейся работы с мягкой экономической политикой. И если бы сейчас мы окончательно уже стали забывать о теме ковида, может быть, где-то у меня были еще сомнения, что на самом деле ФРС может изменить свою позицию и решить, что экономика растет быстрее, чем прогнозировалось. Поэтому можно начать также быстрее повышать процентные ставки. Но сейчас, к сожалению, все говорят о том, что ковид не просто не отступает, он накатывает повторной волной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому моя ставка, друзья, я отношу себя к категории, к лагерю трейдеров, ставящих на снижение курса доллара. У вас может быть другая точка зрения, но я рекомендую вам взвеситься за и против. Если вы все-таки после этого анализа придете к выводу, что у американской валюты больше шансов, чем у других инструментов, расти, ладно, это будет ваш выбор, друзья. Но вы должны все-таки найти как можно больше аргументов, чтобы оправдать свою позицию. Я считаю, что тех доводов, которые я озвучил, достаточно, чтобы, по крайней мере, объяснить мою приверженность идее более слабой американской валюты. Золото 1731. Мы видели уже, как быстро золото может восстанавливаться. На отметке 1750 оно уже было, а ставка на дальнейшее восстановление сохраняется. Нефть, которая просела вчера на 7%, друзья. Но в отношении рынка нефти могу сказать, что снижение нефтянки можно было бы объяснить, как это сейчас делают все эксперты и аналитики. То, что запасы растут в США уже четвертую неделю подряд. Но я сразу хочу отметить, что это не фактор, из-за которого нефть просела, потому что рост запасов сейчас отражает нормальное явление и ситуацию с загрузкой нефтеперерабатывающих заводов в Штатах. Потому что после аномальных арктических холодов отходит Техас. И, конечно же, им еще не удалось вернуться к полным показателям загрузки, которая требовала бы огромный аппетит на нефтянку. То есть нефть сейчас растет не потому, что... Ну, нет спроса, запасы нефти имеют в виду, а потому что НПЗ еще не достигли 100% загрузки. Но скоро это произойдет. Я думаю, что максимум еще месяц, и динамика по запасам будет уже совершенно другой. Можно ли объяснить снижение цен на нефть распродажами на рынке облигаций? Я думаю, что отчасти можно, потому что действительно то, что происходит на рынке долга, свидетельствует о том, что от риска нужно держаться подальше. Нефть – это категория рисковых активов, поэтому да, подходит объяснение. Но самая главная причина – это явные, очевидные пробуксовки с компанией по вакцинации в мире, к сожалению. Друзья, очень большую ставку, чуть ли не основную ставку, как вы помните, делали именно на вакцину Оксфордскую, вакцину Астрозеника. И сейчас с ней проблемы. Есть побочные эффекты, уже доказанные, риск образования тромбоза. И это портит, опять же, настроение тех, кто рассчитывал на эффективность этой кампании по вакцинации. И если, конечно же, вот эта череда отказов, которая уже прослеживается в ряде европейских стран от этой вакцины, станет цепным механизмом, и все-таки от Астрозеники откажется вся мировая экономика, это значительно замедлит общий процесс вакцинации. И отсрочит экономическое восстановление, ударит по темпам роста экономической активности, ну и, конечно же, заставит снова всех, кому не лень, пересматривать прогнозы по потреблению углеводородов. Проблемы с вакцинацией сейчас происходят еще параллельно с ростом количества заболевших в мире. Откройте, пожалуйста, сайт исследовательского центра Джона Хопкинса. Посмотрите, по регионам действительно нездоровая ситуация. Причем многие европейские страны поговаривают даже о повторных локдаунах. Это уже серьезно. Ранее, когда мы обрисовывались с вами, комментировали долгосрочные перспективы нефти, я выделял два риска для котировок. Это увеличение значительное уровня нефтедобычи странами ОПЕК+, что не произошло. И второй момент был связан с тем, что ковид зазияет новыми красками. И сейчас этот риск реализуется. Но в то же время, друзья, если посмотреть на прогнозы инвестбанков, например, Goldman Sachs по-прежнему считает, что Brent легко доберется до конца этого года к 80 долларам за баррель. Это вполне реально. Я все-таки в отношении рынка нефти остаюсь в числе оптимистов, потому что для меня, наверное, интереснее всего сейчас разбирать перспективу нефти с позиции спроса и предложения. И на данный момент мы работаем с дефицитом на 1,3 миллиона баррелей. Поэтому я где-то в районе 65 долларов за баррель в случае восстановления котировок в ближайшие дни, что вполне реально, буду заходить в лонги, друзья. И, конечно же, дам вам конкретную рекомендацию, потому что считаю, что выше 70 мы точно уйдем. Евро против доллара 1,1913. Цель 1,20. Фунт против доллара тоже лонговые ожидания. Ничего интересного по факту заседания Банк Англии мы не услышали. Ну и ладно. У нас идея именно отработки потенциальной долгосрока слабого доллара. И фондовый рынок США тоже все без изменений. По S&P топчемся на отметке 3,909. Локальная коррекция с того максимума исторического, который был обновлен накануне. Но в целом ставка на дальнейшее восходящее движение. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Все пока.